МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Народные новости в студии Елены Решетниковой. Главное сегодня. Золотая осень. Подробности двух дней масштабного аграрного форума. Вести себя культурно. У входа в здание висят наклейки с изображением скандально прославившихся футболистов. В Чамзинском районе были обнаружены человеческие останки по предварительной оценке за хранением более 50 лет. Прузаевки для пенсионеров организовали необычную и интересную обзорную экскурсию в село Мордовское Бишле. Финальный этап республиканской спартакиады для подростков, находящихся в социально опасном положении. В эти дни в Москве работает выставка «Золотая осень». Аграрий России демонстрирует свои достижения. В этом году свои коллективные стенды и стенды отдельных предприятий представили 14 зарубежных стран и 49 субъектов Российской Федерации, в том числе и Мордовия. На выставке работала наша съемочная группа. Своими впечатлениями поделится Вячеслав Кузьменко и Сергей Сколов. Экспозиция Мордовии находится между Крымом, Чувашией и Севастополем. В этом ряду она не затерялась. На окрасочно-оформленных стендах, декорированных пионовидными розами из Кадошкина, продукция лучших производителей Мордовии. Колбасы, ветчина, сало, грудинка, буженина. Плодовая и молочная продукция. От такой вкуснятины и у сытого человека слюнки потекут. Но голодными переработчики Мордовии посетителей выставки не оставили. Каждый мог попробовать представленные товары. Мы живем в Москве. Приезжаем каждое лето в Ковылкино, в казенный Майдан, село. И покупаем в Москве также ваши продукты. Колбасу, сыры, молочную продукцию, конечно, творог. Все очень вкусно, очень вкусно. Мы никогда не забываем Мордовию нашу любимую. Прекрасный молдовский продукт. Хорошая, правда? Вы знаете, я при вас сейчас вот ее возьму, попробую. Вот. Я руководитель Национальной ассоциации оптового и распределительных центров. И вам скажу всю правду. Вы знаете, очень вкусно. Очень вкусно. Спасибо. Спасибо мордовским производителям. Делегацию Мордовию возглавил глава республики Владимир Волков. Он принимал участие в пленарном заседании выставки. Его провел председатель правительства России Дмитрий Медведев. Мы вместе добились впечатляющих результатов. Это продовольственная безопасность страны. Это стабильно высокие урожаи. Более 100 миллионов тонн зерна уже 5 лет подряд. Растущий экспорт нашей сельхозпродукции. Свою роль сыграла и поддержка государства. За 6 лет из федерального бюджета мы направили в аграрно-промышленный комплекс 1 триллион 200 миллиардов рублей. На пленарном заседании говорили о стимулировании экспорта сельскохозяйственной продукции. Глядя на экспозиции товаропроизводителей, понятно, что потенциал есть. Есть он и у Мордовии. Представители автомобильного концерна БМВ ведут переговоры с мордовскими коноплеводами. Их экологически чистая продукция незаменима для теплоизоляции автомобилей премиум класса. На зарубежные рынки вышла старошайговская биосфера. С предпринимателями из Японии сотрудничает Рузова. Сейчас Мордовия поставляет на экспорт продукцию на 15 миллионов долларов. В планах на ближайшие 5 лет увеличить эту цифру в 2,5 раза. Сделать это можно, выйдя на рынок Китая. А для этого нужно решить проблемы с санитарным законодательством. Мы считаем, что на границе с Китаем должен быть логистический центр, где сосредотачивается продукция. И как централизованно там вот происходят все процедуры, которые необходимы для того, чтобы торговать на экспорт. И это как пример, да? Как пример. Значит, или иметь аташе торговые, которые не только будут заниматься там промышленностью или еще какими-то вопросами, а именно аташе, которые будут заниматься только торговлей сельскохозяйственной продукцией. На выставке «Золотая осень» ведутся переговоры с инвесторами и заключаются контракты. Владимир Волков рассказал, что сейчас идет согласование с германскими фермерами о строительстве в республике животноводческих комплексов. Также идет согласование с потенциальными инвесторами по проекту возведения в Большом Игнатово теплиц. Обсуждали и возможность покупки зерна. Мы говорили о том, что как они будут торговать зерном. Оказывается, значит, разных годов зерно будет разное по цене. Нам очень важно, чтобы зерно было дешевое, было качественное и дешевое, чтобы мы могли по цене наша продукция быть конкурентно способна на рынке. На «Золотой осени» работают порядка 60 площадок. Самое зрелищное – это выставка племенного скота. Козы занежской породы дают по 3 литра молока в день. Оно полезно и взрослым, и детям. Племенные северокавказские бараны набирают массу до 180 килограммов. Из них за один раз можно настричь до 10 килограммов чистого шерстяного волокна. Быки породы «Бланк Блю Бельдж» наращивают до 800 килограммов мышечной массы. Из них получаются отличные стейки мраморной говядины. Сосед Бельджер – представитель казахской белоголовой породы мясного животноводства. Больше тонны веса и тихий нрав – вот отличительные черты этой породы. На выставке также можно увидеть и племенное стадо дойных коров. Любая из этих буренок – практически целая фабрика молока. Минимальный надой – 9 тысяч килограммов в год. А рекордсменка галштинской породы дает почти в два раза больше. С давних пор одним из главных продуктов экспорта России являлась пушнина. Она порой заменяла валюту. И сейчас на вес золотой душкурки, лисиц, соболей, норок. Лучших производителей привезли на золотую осень. Большим вниманием у публики пользовались загоны с конями. Своим ржанием привлекал красавец-жеребец по кличке Бразилец. 170 сантиметров в холке – воплощение силы и красоты. Порода выведена на Ичалковском конезаводе. Советский тяжеловоз. Весом 750 килограмм. Спокойный. Посетители выставки «Золотая осень» унесли не только положительные впечатления, но и уверенность в мощи российского агропрома. Я уже не первый раз на такой выставке, так что впечатляет. Каждый раз лучше становится. И больше, и лучше породы такие. Так что очень хорошо. Мне больше всего понравились кони, они такие милые. Посмотрел наш генофонд. Это и лошади, и овцы, и козы. Самые лучшие породы. Я думаю, в мире такого нет, то, что здесь собрано. Завершится выставка «Золотая осень». В эту субботу. Вячеслав Кузьменко, Сергей Соколов. Народные новости. В этом году одной из ключевых тем главного аграрного форума страны стало развитие экспорта. Этой теме был посвящен деловой завтрак, состоявшийся 11 октября, в котором приняли участие руководители субъектов Российской Федерации, крупнейших предприятий, органов власти, представители иностранных делегаций, финансового сектора и экспертного сообщества. Глава Мордовии Владимир Волков выступил на деловом завтраке одним из первых докладчиков, что не случайно развитию сельского хозяйства в республике уделяется особое внимание. Ежегодное село даёт рост на уровне 4-5%. Мордовия входит в первую пятёрку регионов страны по производству мяса, яиц и молока в расчёте на душу населения. Глава Мордовии подчеркнул, что экспорт – это перспектива дальнейшего развития ПК, особенно в тех регионах, которые серьёзно наращивают производство сельскохозяйственной продукции. По Мордовии мы растём в последние 5 лет по мясу только в 2,5 раза. И вообще рост продукции сельского хозяйства за пятилетку на 30%. И для таких регионов, я считаю, очень важно сейчас находить возможности вместе с центром, но такая задача ставится, значит, и министерством, президентом, прежде всего президентом Российской Федерации, увеличение экспорта. Очень актуально. В настоящее время республика экспортирует молочные продукты, сыры, сахар, продукцию переработки яйца и многое другое. Но экспортный потенциал региона на этом не исчерпывается. Глава Мордовии отметил, если сейчас объёмы экспорта продукции АПК в республике составляют 12,6 миллиона долларов, то через два года предполагается нарастить их до 50-70 миллионов долларов. Для этого, по мнению Владимира Волкова, региональные товаропроизводители должны получить серьёзные меры поддержки на федеральном уровне. В частности, руководитель Мордовии подчеркнул значимость создания логистических центров, а также подготовки кадров. «Мы должны специально обучать людей, которые будут заниматься выходом на зарубежные рынки. Предприятиям, которые работают на экспорт, государство должно помочь, если мы ставим задачу в разы увеличить наш экспортный потенциал», — сказал Владимир Волков. По словам главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева, одним из ключевых инструментов поддержки экспортно-ориентированных проектов в ближайшие годы станет комплексная программа международной конкурентоспособности. Она предусматривает заключение соглашений между государством и бизнесом, направленных на оказание прицельной поддержки экспортно-ориентированным производством. На текущий момент в Минсельхоз России поступило более 400 подобных проектов, которые должны обеспечить прирост экспорта продукции АПК в объеме 17,5 миллиарда долларов. В этот же день глава Мордовии Владимир Волков на площадке сельскохозяйственной выставки «Золотая осень-2018» в Москве провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Росагролизинг» Павлом Косовым. Обсуждались вопросы поставки по федеральному лизингу сельхозтехники, необходимой хозяйством региона. Владимир Волков отметил, что республика высоко ценит длительное плодотворное сотрудничество с «Росагролизингом» по поставке товаропроизводителям техники, оборудования, скота и заинтересована в продолжении совместных проектов. Также речь шла о проведении в Мордовии летом 2019 года открытого чемпионата России по пахоте. 11 октября в рамках Международного спортивного форума «Россия и спортивная держава» состоялась церемония награждения победителей, призеров Всероссийского смотра конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах России по итогам 2017 года. Мордовия стала победителем. Среди регионов с населением численностью до 1 миллиона человек Республика Мордовия заняла почетное первое место. На втором месте Республика Северная Осетия-Алания, на третьем – Республика Бурятия. Награды регионы получили из рук Павла Новикова и Марины Томиловой, заместители министра спорта Российской Федерации. В Ульяновске работает корреспондент «Известия Мордовии» Александра Грузунова. Мы вышли с ней на связь. В эти дни Ульяновск принимает форму «Россия – спортивная держава». Более трех тысяч человек стали участниками данного мероприятия. Республика Мордовия не осталась в стороне. Делегация из Мордовии стала победителем смотра конкурса на лучшую организационную физкультурно-спортивную работу в субъектах Российской Федерации по итогам 2017 года. Площадкой проведения формы стал Ледовый дворец «Волга-спорт-арена». Здесь функционируют выставочные экспозиции, где представлены, а точнее анонсированы все крупнейшие спортивные мероприятия, которые пройдут в ближайшие годы в России. В Саранске продолжают чествовать пожилых людей. В администрации Пролетарского района прошел праздничный концерт. Там поздравили и наградили тех, кто трудился на благо республики не один десяток лет. Подробности в следующем сюжете. День пожилых людей пенсионеры из Саранска отмечают под любимые песни. Люди возраста хоть и старшего, но молоды душой. В их адрес звучат поздравления и слова благодарности. Каждый раз такие концерты проходят в теплой душевной атмосфере. Признательности и уважения перед теми, кто пережил разные времена государства. Безусловно, вы являетесь, наверное, являетесь связью времен и поколений. И безусловно, без вашего опыта, без вашей мудрости сегодня, за тех добрых слов, за то понимание тех проблем, наша молодежь не сможет жить. Особенно председатель госсобрания Владимир Чебиркин поблагодарил дружеников пролетарского района. Они передовики во многих сферах. Заслуженно, ведь многие поработали со дня основания организации и заводов. И в этот день им приятны знаки внимания. Человек, который поработал очень долго по своей специальности, я думаю, что он заслуживает к себе большого внимания, чтобы не забывали этого человека, чтобы помнили. Это ведь очень приятно. Сегодня от тех, кто получает награды, множество, как и профессии, которые они представляют. Например, Татьяна, 46 лет, работает травильщиком на заводе. Каждый день подготавливает изделия для травления в различных кислотах. Эта работа, говорит, как ни странно, исключительно женская. Более точные, более мелкие, требуют женских рук, тонких, умелых. Так что у нас в основном мужчины, у нас обслуживающий персонал. Но помимо этого Татьяна не только специалист своего дела. Она 30 лет проработала в профсоюзе. Без работы ежедневной и общественной уже свою жизнь не представляет. Я не люблю, когда у меня нет ничего. Мне становится скучно. Я не умею отдыхать. Там говорят, ну нужно отдыхать. А как отдыхать? Я не знаю этого слова. Сегодня многие пенсионеры заявляют, что не замечают свой возраст. Они ведут активную жизнь. Ходят в зал, катаются на велосипедах, танцуют в парках. Многим молодым дадут фору. Тем более, что в октябре их ждет большая культурная и спортивная программа. В городе проходит месячник пожилых людей. Кристина Мурсунюк, Денис Ноздрюхин. Народные новости. Вести себя культурно и воспитанно призывает граждан Республиканский музей имени Эрзи. На колонию входа в здание можно увидеть наклейки с изображением скандально прославившихся футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Такие изображения можно встретить и в социальных сетях. Перечеркнутые фото футболистов говорят о том, что хамскому отношению в обществе не место. Возле входа в музей второй день красуются фото скандально известных Александра Кокорина и Павла Мамаева. Если вы увидели это в наших социальных сетях, то вы должны были обратить внимание на то, что мы не выражали никакой позиции в плане осуждения. Мы не уступали в качестве третейских судей, да, третейского суди. Мы лишь пытались подчеркнуть, что мы относимся с порицанием, мы выступаем с критикой в отношении данного конкретного эпизода и подобных инцидентов. Обратите внимание на то, где расположены эти стикеры. Их сознательно разместили на колонии прямо перед знаком курения запрещено. Тем самым подчеркиваю, что курить в общественных местах, где бывает много взрослых и детей, недозволительно. Ровно как и нарушать правила поведения. Ирина Пятина, Денис Ноздрюхин, Народные новости. Несколько дней назад в Чамзинском районе в местном карьере были обнаружены человеческие останки. По предварительной оценке за хранением более 50 лет. Анастасия Целигина и Денис Ноздрюхин выясняли, откуда они взялись и является ли находка исторической ценностью. Подробности в следующем сюжете. Буквально несколько дней назад на этом карьере были обнаружены человеческие останки. Жуткую находку нашли рабочие. Некоторые предполагают, что фрагменты могут принадлежать жертвам лихих 90-х. Однако откуда на самом деле здесь взялись человеческие останки, предстоит выяснить специалистам. Карьер расположен в Чамзинском районе недалеко от села Сабур-Мачкасы. На нем ведутся работы по добыче мела и песка. 7 октября рабочие обнаружили три человеческих черепа и кости на глубине примерно в 5-6 метров. Находкой сразу заинтересовался Следственный комитет, местные историки и археологи. А вот охрана предприятия об останках слышит впервые. Вы смотрите, буквально несколько дней назад здесь нашли человеческие останки, собственно, проинформировала Следственный комитет об этом, информация уже, во всех средствах информация появилась. Вы как охранник, да, как начальник охранницы, почему вы не знаете ничего? Нет, я ничего об этом не знаю совершенно. А кто может знать об этом? Потому что представление не знает. Пожалуйста, у нас есть, надо было подъехать со Следственной комитетом, у нас есть все-таки руковод и так далее, и так далее. То есть вот так, понятно правильно. Чтобы понять правильно, мы решили доехать до Чамзинского Следственного комитета и прояснить ситуацию. Кстати говоря, часть наход хранится как раз в местном отделении. Это фрагменты декоративных элементов одежды, которые были обнаружены рядом с останками. Застежки для ремней. Застежка для ремней. В настоящее время по данным костным останкам назначена судебная медицинская экспертиза, производство которой еще не окончено. Собственно говоря, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Пока экспертиза по останкам не закончена, специалисты занимаются изучением застежек для ремня. Или, говоря правильно, сельгам. Они найдены в количестве четырех штук. Чаще всего служили декоративным элементом одежды у женщин. Появились еще в XI веке и сохранились до XIX. Предполагаемый могильник внешне уже не имел никаких признаков. Во время добычи грунта рабочие случайно наткнулись на останки. Отмечу, что Чамзинский район наименее изучен в археологическом плане и вполне возможно, что он таит в недрах. Гораздо больше интересного. В планах у археологов выехать на место находки и изучить все более тщательно. Вот те находки, которые обнаружены в Чамзинском районе, сельгамы, то есть застежки, они имели чисто такое бытовое. Их носили ежедневно. Это было что-то, прототип наших пуговиц, которым застегивали одежду. И поэтому в могилу, еще раз подчеркиваю, помещались покойные в наиболее полном богатом обряде. Впереди у экспертов еще много работы. Им предстоит разобраться, кому именно принадлежат эти украшения и останки. Точно известно, что в земле они пролежали не один десяток лет. Сейчас кости и черепа находятся в морге. Их изучением занимаются специалисты. Что касается сельгам, то это наиболее частые находки в погребениях. К слову сказать, сделаны они могут быть даже из драгоценных металлов. Вероятно, что место находки придется законсервировать, чтобы продолжить раскопки. Анастасия Целигина, Денис Ноздрюхин, Чамзинский район, Народные новости. Следователи выясняют подробности смертельного ДТП, которое произошло на 32-м километре трассы Саранск-Сурское-Ульяновск. Напомню, 10 октября примерно в час дня столкнулись трактор, многотонный МАЗ и пассажирская газель. Как выяснилось, водитель маршрутки пошел на обгон трактора, выехал на встречную полосу и покасательно задел угол кабины МАЗа. От удара микроавтобус занесло вправо и швырнуло в кювет. Из девяти пассажиров семь пострадали, двое погибли. Теперь уже известно, что в страшном ДТП погибли 63-летняя Валентина Малашкина и 24-летняя Надежда Терентьева. Друзья и знакомые девушки до сих пор не могут поверить в случившееся. Надя всегда была очень доброй, отзывчивой девушкой. Мы общались, смеялись, можно было доверить ей любые тайны, секреты. Надежда работала в лагере вожатой. И каждый, с кем она была знакома, говорили о ней как о добром и светлом человеке. В группе студенческого педагогического отряда был организован сбор средств, которые пойдут на помощь родителям. Для нас это большой удар был, когда мы узнали об этой трагедии. Ну, средства начали собирать еще, получается, с вчерашнего дня сразу же начали собирать. Откликнулась практически вся ассоциация. Собрали в районе 12,5 тысяч рублей. Ну, они пойдут, соответственно, семье. Случившееся можно было бы списать на несовершенство дорожного полотна. Но проблем на нем выявлено не было. Возможно, женщины не были пристегнуты. А 38-летний водитель неудачно рассчитал маневр. По факту данного ДТП, следователями было возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц. Известно, что микроавтобус следовал согласно маршрутному листу. А водитель имел лицензию на перевозку пассажиров. Хотя и находился на испытательном сроке. Валерия Никитина, Анастасия Целегина, Кристина Марценюк, Сергей Соколов, Денис Ноздрюхин. Народные новости. Отопительный сезон в Мордовии наступил 1 октября, но в некоторых районах города остаются проблемы при подаче тепла. Горячие ли трубы в домах северо-западной части Саранска справляются ли ремонтные бригады, узнала наша съемочная группа. Жалобы на холодные трубы, на слишком высокую температуру в квартире или вовсе на то, что ждать тепла пришлось дольше, чем в других районах города. Бывает, что в одном доме одновременно есть жильцы, довольные температурным режимом и те, кто еще не дождался желаемого комфорта. Такая поэтапная подача тепла – норма. Большинство жильцов к ситуации относятся с пониманием. Мы химаш первый, может быть, там народу поможет, там детей маленьких побольше. Посчитали, наверное, что раз администрация, ну, можно и попозже дать отопление. Но мы потерпели, потому что понимаем, что через неделю нам дадут, и через неделю нам дали. Сейчас погода в доме замечательная, потому что до этого все-таки было прохладно, и неделю мы ждали. Ну, сказали 6-го числа, поэтому 6-го нам и дали. На свет этих строя пуск тепла пришелся на выходные. В субботу бригады управляющих компаний принялись за работу. В социальное учреждение города тепло поступило уже 1 октября, но с одной оговоркой – там, где есть техническая возможность. В детском саду номер 78 тепло стало только в понедельник после обеда. Система запитки этого объекта была через жилые дома. И его нельзя было запустить 1-го числа, то есть запустить только можно, когда жилье. Вовремя среагировали и с заведующим связывались. Сейчас проблем нет. По словам главы администрации Пролетарского района, подготовка к отопительному сезону на свет этих строя прошла успешно. Были проведены гидравлические испытания, промывка трубопроводов. В результате дефектные участки были найдены, а неполадки устранены. Также сотрудники управляющих компаний заменили полтора километра трубопровода и порядка 400 устаревших батарей. На сегодняшний момент в районе глобальных проблем нет. Но в некоторых квартирах все же холоднее, чем хотелось бы жильцам. Где-то завоздушивание трубопроводов идет. Обычно такая температура сейчас положительная, прессовая. И есть моменты такие, да. Обращаются в домоправление. Мы держим эту ситуацию на контроле, допустим. И работники придут, перезапустят, подключат тепло. Проблемы запуска отопления связаны и с тем, что собственники сараях в подвалах не предоставляют доступ к кранам, которые находятся на их территории. Сотрудники администрации призывают своевременно реагировать на объявления управляющих компаний, чтобы те имели возможность выполнить свою работу. Артем Абадзинский, Марина Солонина, Александр Гурьянов. Народные новости. В музее имени Воронина прошла презентация книги «Мордовский фронтир. В зеркале приказной статистики». Это 12-й том серии под названием «Свод документов и материалов по истории и культуре Мордовского края». О том, какие факты раскрываются в новом издании, в сюжете Ирина Пятина и Дениса Ноздрюхина. С момента начала подбора материала и выхода издания в свет прошли долгие 15 лет. В новый том вошли три песцовые книги из имеющихся четырех. В них содержатся документы 17 века. Они-то и дали почву для изучения социальной и экономической истории мордовских земель. Что такое фронтир? Фронтир – это граница. И в этой книге читатель сможет найти информацию о мордовских и татарских селах, восточной границе мордовского края в период феодализма. Научным консультантом и идейным вдохновителем был заслуженный деятель науки Российской Федерации Валерий Юрченков. Каждая часть книги – это определенный временной отрезок, отдельные населенные пункты. Здесь поэтапно описываются события и нравы того времени в мордовских и татарских селах, которые были вблизи восточной границы. В книгах зафиксирована большая часть мордовского населения края и татарского населения края. То есть мы можем проследить даже на уровне отдельных семей историю мордвы и татар в 17-м столетии. Эта книга – плод труда не только мордовских историков. Над ней работали и деятели науки из других регионов. В число составителей вошел и Валерий Кочетков. Чувашский ученый прослеживает историю Аллатрского уезда, начиная с момента возникновения. А это середина 16-го века. В этих писовых книгах значатся где-то 1330 мордовских деревень, семей. И из них практически каждая пятая уже в 1624 году имела либо русское имя, либо русскую фамилию. Ну, полностью русское имя и фамилию имело всего там около 30 человек. Но это говорит о том, что насколько были тесные связи в области взаимоотношений между мордвой и русским народом. По словам ученого, именно тесные общения мордовского народа с русским населением могли послужить быстрому принятию христианства на территории Мордовии. Эти пестовые книги изучены еще не полностью. Материал требует усиленной работы по выявлению новых интересных фактов, которые в будущем выльются в новый том этой серии исторических книг. Ирина Пятина, Денис Ноздрюхин, Народные новости. В Розаевке для граждан пожилого возраста организовали необычную интересную обзорную экскурсию в село Мордовское Пишли. Это стало возможным благодаря некоммерческой организации «Вера», которая выиграла президентский грант. Новая форма обслуживания пенсионеров направлена на сохранение здоровья и долголетия. Об эмоциях участников от поездки в святые места в материале Кристины Марценюк и Дениса Ноздрюхина. Практически с рождения живу в Розаевке и никогда не думала, что рядом ближайшие селы, у них такая интересная история. Именно так Галина описывает свою недавнюю поездку в село Мордовское Пишли. Больше всего ее поразил храм Рождества Пресвятой Богородицы, который иначе как чудом не назовешь. На память сделала несколько фото и говорит, хотела бы вернуться туда вновь. Ведь ее вдохновила удивительная история святого места. С начала возрождения этого храма на одном из проемов оконном появился лик, начал проявляться лик Иисуса Христа. То есть это как бы было благословение свыше, что нужно все-таки храмы возрождать. Галина и ее подруги совершили тур в соседнее село вместе. Да и желающих побывать на таких экскурсиях достаточно. Кроме храма они переместились в мини-музей Мордовско-Пишлинского клуба. Как жили наши предки, там для них провели экскурсию, показали экспонаты, которых в музее порядка 300 и провели мастер-классы. Очень интересно было, познавательно. Еще, если, например, будет какая-то экскурсия еще куда-то, я согласна поехать. А экскурсии еще действительно будут. Они планируют побывать в Отяшевском и Темниковском районах и поехать в Ульяновскую область. Проект «Я выбираю дорогу» рассчитан на пенсионеров Розаевского района. Для них на протяжении года организовывают выездные экскурсии. Я думаю, это очень даже интересно. Это активность, социальная жизнь, досуговая активность. Потому что не каждый пенсионер в силу тех или иных обстоятельств может себе организовать даже поездку на ближние расстояния. Для пенсионеров это и правда хорошая возможность. Увидеть много красивых мест и просто приятно провести время. Тем более, когда после таких поездок они не перестают улыбаться ни на миг. Кристина Мурсенюк, Денис Ноздрюхин. Народные новости. 11 октября прошел финальный этап 11-й республиканской спартакиады «Старты надежд» для подростков, находящихся в социально опасном положении. В соревнованиях приняли участие спортсмены из шести районов республики. Подробнее далее. Соревнования «Старты надежд» ежегодно и проводятся под патронажем комиссии по делам несовершеннолетних Министерства юстиции Республики Мордовия. Сначала прошел районный этап спартакиады, а теперь настал черед финального республиканского, куда съехались победители. За счет этого удалось обеспечить высокий уровень конкуренции. В этом году уже она 11-я спартакиада. Получается, что мы 11 лет подряд проводим данную спартакиаду в целях повышения готовности ребят к спорту, вовлечения их занятий спортом, чтобы меньше было правонарушений, преступления ими совершено. И чтобы они полюбили спорт и нашли себе увлечение более интересное, чем совершать антиобщественное деяние. Победители спартакиады будут выявлены в шести видах спорта. Легкая атлетика, армрестлинг, настольный теннис, стритбол, мини-футбол и перетягивание каната. Она несет в себе важную миссию – увести находящиеся в социально опасном положении подростков и вовлечь их в спорт. Случаи перевоспитания происходят довольно часто. И очень много таких случаев. Но наиболее запомнется такой случай, когда привезли мальчишку из Березняковского района, хулигана. Первое место в соревнованиях по рамспорту. Он сильный такой парень. Я спрашиваю, а что же ты ни разу не позвали? А вот позвали, а я теперь заниматься буду. То есть получилось так, что этот человек, который стоял где-то рядом, не попал в поле зрения тренера. Каких-то рекордных показателей от ребят никто не требует. Главная цель – привить им любовь к спорту. С ней спартакиада «Старты надежд» прекрасно справляется. Кристина Марценюк, Максим Тузин, Андрей Просверкин. Народные новости. 9 и 10 октября в набережных Челнах хоккейный клуб «Мордовия» провел свои выездные матчи с местной командой. Хозяева льда оказали достойное сопротивление, однако их навыков не хватило, чтобы переиграть одного из лидеров таблицы. В активе нашей команды две победы. Подробности далее. Начиналась встреча в Челнах для подопечных Воробьева тяжело. Мордовия пропустила уже на шестой минуте. Наши хоккеисты не растерялись и к концу первого периода уже вели в счете. Сначала цифра на табло уравнял Колычев на 12-й минуте, еще через 4 Ситнов вывел Мордовию вперед. Во вторую 20-минутку вкатывались снова тяжело. На 23-й минуте Челны провели шайбу в меньшинстве. Равенство в счете и на площадке, однако команда Воробьева смогла добавить. 27-я минута стала голевой для Закурина, а еще через 4 отличился Цицаров. 4-2 перед последним отрезком и третий период уже можно играть с позицией силы, однако и в последнем периоде Мордовия проиграла дебют. Челны на 43-й минуте свели преимущество нашей команды к минимуму. На недолгое время стало тревожно, однако через 4 минуты Обозин тревогу развеял. Красивую точку в матче на 56-й минуте поставил Лостовецкий. На следующий день Челны столкнулись с бенефисом Евгения Колычева. Именно этот игрок сделал погоду в ответном матче. Началось все с того, что Сергей Горячев и Максим Ахмедзянов помогли отличиться Даниилу Юнышеву, который стал автором дебютного гола в матче, поразив ворота челнинцев уже на второй минуте игры. После этого солировал Колычев, который отметился тремя результативными бросками. В каждом из трех периодов он забросил по шайбе. Дважды ему ассистировали Карлин и Саразов, по голевой передаче на свой счет записали Гриф и Обозин. После 10 проведенных встреч в активе бомбардира 6 заброшенных шайб, и именно он возглавляет гонку среди игроков Мордовии. Следующие игры наш коллектив проведет 15 и 16 октября. Подопечные Юрия Воробьева в Саранске примут новичка Лиги команду «Красноярские рыси». Начало обеих встреч в 18.30. На этом пока все. Впереди вас ждет еще прогноз погоды. С вами была Елена Решетникова. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok